Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Карачаева Черкесия понесла невосполнимую утрату. На 1991 году ушла из жизни Лейла Абубикировна Бекизова, известный ученый, литературовед, доктор филологических наук, профессор, академик адыгской Международной Академии Наук, заслуженный деятель науки Карачаева Черкесии, Кабриденбалкарии и Адыгеи. Всю свою жизнь она посвятила изучению актуальных проблем, связанных с историческим развитием художественной литературы черкесского народа. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов, председатель Народного собрания Александр Иванов и председатель правительства Асланозов выразили соболезнования родным и близким Лейлы Бекизовой. О жизни и деятельности Лейлы Абубикировны расскажет Зарема Карданова. Слово «душа народа». На моём родном языке слово «псата» переводится «вместилище души». Говорить на черкесском значит говорить с любовью и уважением. Эта фраза принадлежит самой Лейле Абубикировне, и она стала эпиграфом книги члена Союза писателей России Татьяны Братковой к юбилею корифея литературы народов Карачаева Черкесии Леи Лебекизовой. Книга о первой среде черкесского народа женщине и докторе филологических наук. Кавалерия орденов «Дружба народов из-за заслуги перед Отечеством второй степени», литературоведе, вице-президенте Международной Черкесской академии наук, члене секретариата правления Союза писателей России, председатели правления Союза писателей Карачаева Черкесии, члене исполкома Ассоциаций городов Юга России, лауреате международных премий имени Кандура и Шамиля, почетным жителем Черкесии Леи Лебекизовой. «Вся земля кавказская, естественно, будет вспоминать и боготворить эту удивительную, красивую, умную, выдающуюся женщину». Неоценим вклад Леи Лебекизовой в развитие советского и российского литературоведения, в создании Национальной школы литераторов подготовки плеяды молодых ученых Северного Кавказа. «Не могу не сказать о ее преподавательской деятельности. Это очень серьезная работа, благодаря которой ей воспитана большая плеяда ученых, аспирантов, защитившихся, достигших определенных высот». «Сегодня мы имеем право говорить о том, что она основатель филологической школы в Карачаево-Черкесии. Это факт, уже сложившийся, об этом говорят. Я бываю с ней часто в других республиках, в других регионах, и всегда отмечают, что это школа Бекизовой». «Лейла Аубикировна у нас в республике и на Северном Кавказе. Знаковая личность, конечно. Ее знают во всех республиках. Но мы ближе знаем, мы писатели, потому что уже более 20 лет она руководит нашей писательской организацией». Сегодня стало пусто в городской квартире Лейлы Аубикировны. Остались стоять на стеллажах многочисленные фотоснимки с разных важных мероприятий. В этой скромной квартире гостили многие именитые поэты и писатели, языковеды и просто люди творчества, среди которых был известный ученый-исследователь адыгских языков Георгий Турченинов. «Вы посмотрите, с какой гордостью я стою около этих великих женщин. Ольга Бергольц, Анна Ахматова, которые столько пережили, если бы не их слово, мир бы не узнал бы о том, чем жила Русь, чем жила Россия, их поэзия, потому что поэзия работает на уровне души человека, и литература тоже». Когда-то встреча юной черкешенки Лейлы с Ленинградом стала настоящим потрясением. Впереди её ждали другие моменты восхищения и удивления. Лейла Бекизова вошла в чудесный мир писателей и поэтов. Она открывала образы героев-преданий, которые жили в сознании народа. В этом особую роль сыграл героический нартский эпос адыгов. Нарты учат мудрости, стойкости, мужеству и достоинству. Не зря она посвятила один из своих трудов от богатырского эпоса к роману родителям. Именно от них и Лейла унаследовала любовь к родному слову, а затем она учила этому своих студентов в пединституте в Карачаевске. Лейла Бекировна часто и много вспоминала своего руководителя, который посоветовал заниматься исследованием фольклора и литературы черкесов. Она всегда приводила в пример Шухрауа, Млечный путь. Ибо и это все увязывало, что по той тропе, по которой гонят лошадей, именно это выражение ей принадлежит. И когда вот обо всем этом думаешь, воспринимаешь, что это чрезвычайно объемная культура, объемная школа, объемный ум. Благодаря исследовательским работам Бекизовой узнавали о писателях и поэтах Карачаева Черкесии, затем они заявляли о себе на всесоюзном уровне. Когда-то темой дипломной работы Лейлы стала черкесская советская литература. Она ее привела в большую литературу народов Кавказа, а затем про нее узнал весь писательский мир Российской Федерации. Зарема Карданова, Светлана Шейндрик, Мухаммед Ашибоков, Рашид Токов и Ислам Урумов. Вести Карачаева Черкесия. И вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево Черкесии выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 12 592 человека. Из них 9 953 человека выздоровели и 873 госпитализированы. В связи с вмешательством в нашу жизнь новой коронавирусной инфекции, многие задаются вопросом касаемо антител и в COVID-19. На этот вопрос ответила главный врач многопрофильной детской больницы Тамара Лайпанова. Она отметила, что COVID-19 причислен ко второй степени патогенности. Иммунитет у переболевшего коронавирусной инфекцией или вакцинированного человека создается, уверены врачи. Доказанных случаев, что можно дважды перенести пандемическую болезнь, нет, потому что новая инфекция делится на несколько штаммов. Поэтому врачи неоднократно призывают всех жителей нашей республики быть бдительными, пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах, что позволит снизить риск заражения вирусом. Да, иммунитет создается. Но поскольку это новая инфекция, то 60% еще нет. Вакцины только появились. На вопрос, вот антитела или вылавливаются, или не вылавливаются, ну, при большого опыта обследований еще нет. Ведь известно, что в некоторых случаях высокие титры 3 месяца держатся, в некоторых разные заболевания 6 месяцев держатся, в некоторых год-два, но в конце концов, любой титр антител, когда не поступает постоянная инфекция, он гаснет, остаются клетки памяти, которых выловить невозможно. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok В Черкесске без существенных осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью будут порывы до 14, днем до 18. Температура ночи минус 1, минус 3, днем 2, 4, выше нуля. Скидки до 30% на все – это раз. Куртка в подарок – это два. Рассрочка на три года – это три. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж – больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». В Центре военно-патриотического воспитания молодежи прошел урок мужества, посвященный Дню неизвестного солдата. На эмоциональном и не оставляющем равнодушном никого уроке побывала и Фатима Даурова. «Уходя в бой, заполняли медальончик. Медальон заполнял сам солдат. Осуществовало поверье. Если я заполню, я погибну. Не заполню, а осталось живой. Он не заполнил, а мы его нашли. Захоронили. И он, понимаете, это страшные слова. Навсегда. Навсегда. Для всех остался без вести пропавшим. И таких очень много. Вот мы нашли за время нашей работы 59 медальонов. Из них заполненных было только 23. А все остальные захоронены. Знаем где. Потому что карта, и мы на карте отмечаем, где захоронен. А кто, уже никто никогда не узнает. Но эти молодые ребята, которые сегодня подготовили урок мужества, не сдаются. Они ищут данные без вести пропавших на всех возможных информационных платформах. Принимают участие в поисковых экспедициях. И делают все возможное, чтобы семьи, которые когда-то получили извещение о пропавшем солдате, получили весточку даже спустя столько лет. Они проверяют по всем данным интернета, где что можно найти. И заполняют фамилию, имя, отчество, где призывался, когда призывался, где воевал, где погиб. И если есть, то где захоронен. К нам, знаете, сколько писем приходит, просят, найдите, где захоронен. Были случаи, находили, ездили родственники. И в Крым ездили, и на Украину ездили. Но, увы, это редко. В декабре 1966 года, в 25-летие разгрома гитлеровских войск под Москвой, в Александровский сад 41-го километра Ленинградского шоссе, место кровополитных боев, был перенесен прах неизвестного солдата. А уже 8 мая 1967 года, в канун Победы, был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила неизвестного солдата». В центре пятиконечной звезды зажегся вечный огонь. Он был задуман как памятник всем павшим воинам. И в первую очередь тем, чьи имена так и остались неизвестными. В советское время говорили, 20 миллионов не вернулось с войны. Сейчас, говорят, 27. Вы никогда не задумывались, почему разница такая? И не потому, что прятали, и не потому, что скрывали. А вот эти 7 миллионов – это те, которые через 75 лет наконец-таки сказали, их нет в живых, они умерли. Они все числились практически пропавшими без вести. Это самое страшное, наверное, для солдата любого, быть неизвестно где, между небом и землей для родных и близких, для солдата, для его родных. Поисковый отряд «Подвиг» Карачаева-Черкесии имеют многолетнюю традицию по нахождению останков советских бойцов. Их работа посвящена увековечению памяти о погибших соотечественниках в годы войны. И, конечно же, огромная роль отводится патриотическому воспитанию молодежи. Юные искатели-поисковики приходят на смену своим старшим товарищам, переняв от них лучшие традиции и многолетний опыт. Фатима Дорова, Рашид Токов, Вести, Карачаева-Черкесия. Два футбольных поля строят в одном из густонаселенных пунктов нашей республики на территории второй школы Аула-Псыш. Размер объектов 6 тысяч квадратных метров. К сдаче в эксплуатацию поле практически готово. Осталось поставить ворота, ограждение, освещение, скамейки. И уже в следующем году любители футбола могут погонять мяч на профессиональной площадке. Надо сказать, что этот вид спорта аульчанам давался неплохо. Не раз талантливые мальчишки из футбольной команды Кубаня-Базги Аула-Псыш становились чемпионами на различных соревнованиях. В Прикубанском районе состоялся конный пробег, в рамках которого было преодолено расстояние в 1100 километров. Организатором мероприятия выступил Альберт Байрамуков. Почти 10 дней конники на лошадях карачаевской породы были в пути. Это своего рода очередное испытание коней, признаются участники перехода. Породистые лошади еще раз доказали особую стойкость и неблагоприятным погодным условиям, хорошую подвижность, приземистость. Министр сельского хозяйства Карачао-Черкесии Анзор Баташев наградил грамотами всадников. Было отмечено, что весной 2021 года участники перехода планируют совершить еще один поход в 1300 километров и пригласить специальную группу, которая зафиксирует данный рекорд. Хотел поздравить наших всадников, наших джигитов. Пять всадников преодолевали каждый день по 1110 километров. Итого получается за 10 дней 1100 километров. Вообще издавна ходят споры, это вообще практически возможно или нет. Наши всадники на карачаевских лошадях, карачаевской породы, доказали это, с чем мы их поздравляем. Для чего это нужно? Прежде всего, это испытание для лошадей, но не менее, еще испытание, наверное, для самих всадников. Еще раз поздравляю и желаю, чтобы на этом они не останавливались и достигали еще новых-новых усводов. Покоряли Эльбрус, покоряли там большие расстояния. Ну, я думаю, у нас джигиты еще придумают что-нибудь, чтобы нас очередной собрадовать. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Тайны следствия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова